Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В Заполярье продолжается вакцинация от коронавируса. Каково общее количество привитых и какие вакцины сейчас доступны? В селе Нись ждут открытие детского сада. 1 сентября малыши отправятся в новый дом детства. Как выглядит сад и все ли готово к приему маленьких несян? Вперед грибник! Морошка отцвела, на смену северному апельсину появились грибы. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. 17 августа – памятная дата в истории Заполярья. В этот день, 79 лет назад, в акватории Баренцева моря фашисты расстреляли буксир «Комсомолец». В августе 1942 года караван из буксира «Комсомолец» и баржи П-2, на котором находились 300 заключенных, строивших месторождение на острове Матвеев, двинулись в сторону Наринмара. На следующий день утром караван был атакован немецкой подводной лодкой Ю-209. Гибель буксира «Комсомолец» – трагическая страница в истории Ненецкого автономного округа. Память погибших почтили глава региона Юрий Бездудный, мэр Наринмара Олег Белак и заместитель председателя собрания депутатов НАО Максим Арбузов. И теперь об эпид-обстановке в регионе. За минувшие сутки в Ненецком округе зарегистрировано 8 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1776 случаев заболевания COVID-19. Выздорел 1641 человек. На лечении с диагнозом COVID-19 находятся 269 человек. Из них стационарное лечение получают 60 граждан, амбулаторное – 209. На учете в управлении Роспотребнадзора состоят 932 человека. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности – обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Защититься от коронавирусной инфекции можно путем вакцинации. Она необходима, чтобы уберечь себя и близких от тяжелых последствий течения болезни и для создания коллективного иммунитета. Каково общее количество вакцинированных в регионе и какие вакцины сейчас доступны? Дарья Чупрова продолжит. Пункт вакцинации от COVID-19 в культурно-деловом центре Арктика открыт ежедневно. По будням медики работают с 12 часов дня до 6 вечера. Выходные с 10 утра до 4 дня. Сегодня жители округа приходят уже и на ревакцинацию. Первую кривюку делал в феврале, вторую – в марте. Значит, посчитал, что это наш гражданский долг – обезопасить себя, обезопасить семью, обезопасить тех людей, с которыми я общаюсь. Перед вакцинацией производится обязательный осмотр со сбором анамнеза. Измеряют температуру и давление, пульс, сатурацию. После сбора анамнеза фельдшер определяет, какой вид вакцины необходим. Впрочем, право выбора остается за пациентом. Есть определенные противопоказания к вакцинации. Это тяжелые хронические заболевания в остром периоде. Есть противопоказания, когда человек болеет вирусной инфекцией, то есть это острые. Состояние. И тяжелые аллергические реакции, и по иммунной системе. То есть, все это, конечно, у нас идет через консультацию врачей и узких специалистов о допуске к данной вакцинации. На сегодняшний день в Ненецком округе вакцинировано 14 390 человек. Для достижения коллективного иммунитета региону был поставлен план в 19 тысяч человек. Но из-за большого количества заболевших было решено изменить цифру до 25 тысяч. Завершить вакцинирование жителей Заполярья планируют к ноябрю этого года. Сейчас у нас есть все вакцин. У нас и спутник ВИИ есть, и пивак есть, и ковивак, и спутник лайт. Все три вида вакцин есть. То есть у нас министерство на контроле держит количество вакцин в режиме онлайн. И как только регионы подходят к критическим точкам по вакцину, то следует доставка. Напомним, пройти вакцинацию можно в прививочных пунктах региона. Во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы, в центральной районной поликлинике Заполярного района, в прививочном пункте во Дворце культуры Арктика. Все пункты вакцинации работают в порядке живой очереди. Дарья Чупрова, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Участок дороги на Ринмар-Усинск отремонтируют за счет федерального бюджета. Об этом сообщает Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа. Речь идет о 6,5 километрах дороги, соединяющей Харягинский участок и 4-й участок трассы. Сейчас идет процедура электронных торгов на выполнение работ. Начальная максимальная цена контракта – 100 миллионов рублей. Средства округу выделены из федерального бюджета. На участке дороги планируется снять железобетонные плиты, которые служат покрытием дороги, выровнять земляное полотно и установить плиты обратно, а поврежденные заменить на новые. Также подрядчику предстоит укрепить обочины дороги. Напомним, сейчас ведется строительство первого и второго участков дороги, заключен контракт на выполнение работ по строительству нулевого участка с мостом через реку Шапкино. На всех участках дороги подрядчикам, выполняющим работы по строительству, выступает ООО «Техносфера». Ввод трассы Нарин-Марусинск в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Строительство осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ближайшие два года НАО получит федеральные средства на реализацию национальных проектов образования и культура. О работе по привлечению федеральных средств в ходе еженедельного оперативного совещания главы региона Юрия Бездудного сообщила заместитель губернатора Наталья Сидорова. В рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» в ближайшие два года в регионе будет создано 10 мастерских на базе профессиональных образовательных учреждений региона Неницкого аграрно-экономического техникума имени Волкова, Неницкого профессионального училища и Нарин-Марского социально-гуманитарного колледжа имени Выучейского. В 2022 году будет создано 6 мастерских, в 2023 еще 4. В рамках нацпроекта «Образование» в 2022 году регион получит федеральное средство на создание Центра одаренных детей и регионального модульного центра в сфере дополнительного образования. А в 2024 году, по словам вице-губернатора, в регионе должен появиться Центр опережающей профессиональной подготовки. Также Наталья Сидорова сообщила, что в регионе продолжается работа по созданию Центров точки роста в окружных школах. В 2022 году у нас школа номер 4 «Несть» и «Уськара», а в 2023 году это школа в поселке Искатели, Харибер и Нижняя Пеша. Соответственно, в 2024 год пока цифра не подтвердена, но все оставшиеся сельские школы также должны участвовать в этом проекте. Точки роста уже созданы в школах номер 1, 3 и в школе поселка Индиго. Также в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» регион продолжит оснащать школьные спортзалы. В 2022 году в проекте участвует школа номер 3 и школа поселка Бугрино. В 2023 году школа поселка Искатели и Ненинская специальная коррекционная школа-интернат. Таким образом, через два года все школы региона примут участие в этом проекте. Напомню, в 2021 году в проекте участвует школа номер 1. Что касается национального проекта «Культура», то Ненинскому автономному округу также увеличили финансирование на 2022 год до 30 миллионов рублей. Это позволит отремонтировать дома культуры в Коткино и Хангурее. По линии Министерства спорта региону подтвердили 10,6 миллионов рублей на оснащение спортивной школы Олимпийского резерва, спортоборудованием и инвентарем. До начала учебного года осталось две недели. Школьники и их родители покупают форму и принадлежности. В учебных заведениях завершаются текущие ремонты и необходимые проверки. В селе Неси этим летом в школу отправятся 173 ученика, а в новый детский сад 75 воспитанников. Александра Литкова расскажет подробнее. Трещины в стенах, холод в помещениях в зимний период и еще советская утварь в группах. В таких условиях приходилось ютиться маленьким несянам. Дошкольное учреждение располагалось в двух зданиях, причем одно из них 1935 года постройки. При этом в детском саду не хватало мест, чтобы принять всех желающих. Таким образом, в одном из крупнейших сел округа даже образовалась очередь из дошколят. Норматив у нас идет 70 детей. Но так как у нас большая очередь, у нас много детей, которые подходят к возрасту трех лет и которых необходимо устроить в детский сад, они тоже будут в этом году размещены и будут посещать детский сад. В пределах 25 человек у нас находятся сейчас на очереди. Это дети в возрасте от 0 до 1,5 лет. Разгрузить очередь в дошкольное учреждение удалось благодаря строительству нового детского сада. Однотажного здания площадью почти 1500 квадратных метров. В новом детском саду четыре групповые ячейки. Отапливаемые закрытые веранды для прогулок в неблагоприятную погоду с отдельным входом из каждой группы. На сегодняшний день в здании завершена отделка, установлена современная качественная сантехника и закуплена детская мебель. Осталось единственное помыть все от краски, от пыли, развесить санавесочки, расстелить ковры, как говорится, разложить, перемыть посуду. Мягкий инвентарь, то бишь это постельное белье, матрасики детское, которое у нас уже в принципе здесь уже скоро подойдет. И все. И к открытию детского сада мы готовы. К строительству объекта компания «Строюниверсал» приступила в июне 2019 года. Сумма контракта составила порядка 230 миллионов рублей. Из них 36 миллионов – средства, выделенные региону из федерального бюджета. Нового здания ждут и ученики, и педагоги сельской школы. В первую очередь из-за нехватки кабинетов и низких температур зимой. В этом году, когда у нас были морозы сильные, действительно, ну не то, что совсем холодно, но прохладно. Да, где-то даже мы переходили на домашнее обучение, дети дома. В школе было прохладно. Температура в коридорах была 0 по Цельсию. А пока в здании постройки 1976 года этим летом провели небольшой косметический ремонт. «Мы сделали косметический ремонт, покрасили только лишь коридор, стены в коридоре. Сделали девочке, технический персонал уборку. Сейчас вот с 26 августа они выходят на работу, снова сделают такой небольшой ремонт, где-то что-то нужно будет подкрасить. А так пока денег на компремонт нет, поэтому вот обходимся тем, что есть на сегодняшний день». 1 сентября в школу в НИСИ отправятся 173 ученика. Из них 15 первоклассники и 17 будущих выпускников. Что касается пришкольного интерната, то здесь будут проживать 38 человек. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Звезды зажглись. Детский сад поселка Искателей получил четвертую звезду проекта Ассоциации развития качества дошкольного образования. Как удалось получить награду, расскажем в следующем сюжете. Еще в 2018 году Юлия Дощук узнала о проекте «Звезды дошкольного образования». С тех пор Юлия, подав заявку на получение сертификата участника, начала усердную работу по получению звезд. Шаг за шагом она, как заведующая детским садом, на каждом этапе предоставляла на рассмотрение экспертной комиссии документацию по оснащению и работе воспитателей учреждения. Мне пришла, значит, первая звезда. На вторую звезду нужно было не только руководителю поработать, но еще и педагогическому нашему коллективу нужно было заполнить больше блоков, там 500 с лишним вопросов было, из которых, значит, были сделаны выводы, какие у нас параметры западают. Выявив, какие проблемы есть у сада в дошкольно-образовательной программе, педагоги начали совершенствовать методику работы с детьми. Мы взяли экологическое направление. Мы разработали программу «Экологическая тропа» в гостях у мудрого оленя, и, в принципе, она у нас пошла в жизнь. Мы вступили в федеральный проект «Доколята-дошколята», нам одобрили вступление, мы стали работать плодотворно, подготовительными группами в этом направлении, за что нам пришла третья звезда. Так, шаг за шагом, педагогический состав детского сада совершенствовался в разных направлениях и получал новые звезды. Во-первых, это престиж учреждения. Во-вторых, педагоги немножко шире уже, чем основная образовательная программа работают. И это также сказывается на образовании детишек. И плюс еще от Ассоциации развития качества дошкольного образования идут нам за каждую звезду какие-то бонусы. Кураторы проекта отмечают, что педагогический состав – один из лучших. Здесь стремятся не просто получить сертификат о повышении компетенции, но и узнать больше методик для предоставления детям хорошего образования. Они очень по-честному и готовы отработать ту или иную проблему. Они звонят, советуются. Педагоги, которые действительно настроены работать качественно и успешно. Проект «Звезды дошкольного образования» направлен на улучшение российского образования через создание развивающей системы поддержки, основанной на общественной оценке качества педагогического опыта. Василий Хатензейский, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». С сегодняшнего дня горожане могут подать заявление о включении в общественный совет. Как сообщает пресс-служба администрации Наринмара, прием заявок продлится до 28 августа. Основная задача совета – организация взаимодействия общественных объединений с органами местного самоуправления. При этом в составе должно быть как минимум две трети экспертов и общественников, независимых от органов местного самоуправления. Для включения в состав совета представителя общественного объединения необходимо предоставить следующие документы. заявление о включении в состав Совета, копию устава общественного объединения, решение полномочного органа о внесении предложения о кандидатуре в состав Совета. Заявки на включение в состав Общественного Совета принимаются в администрации Наринмара с понедельника по четверг с 9 до 17 часов, в пятницу с 9 до 12.30 или по адресу электронной почты, которую вы видите на своих экранах. Вперед грибник! Морошка цвела на смену северному апельсину появились грибы. О том, как и где собирать дары тундры, расскажет Катрина Тайбарей. Сезон так называемой тихой охоты открыт. Грибники округа выходят в лес пополнять свои запасы. Сегодня мы выясним, какие же грибы можно найти в окрестностях города. Ой, а вот и первый грибочек. Природа продолжает баловать людей своими дарами. Грибы – одно из любимых лакомств северян. Василина Вылка каждый год с нетерпением ждет начала грибного сезона, чтобы отправиться на природу. Жила в деревне, так поэтому как бы с детства уже кушаем, мешками собирали, чистили. Помню все это. Поэтому с тех пор так и полюбила грибы. Белый гриб, подосиновик, лисички, маслята в местных лесах встречаются чаще всего. Из них можно приготовить довольно большое разнообразие блюд от жаркова до пирогов и икры. Вариваем, затем замораживаем и зимой достаем и жарим. Так удобно. И баночки тоже закатываю. Для Василины в этом году сезон сбора грибов только начинается, поэтому наша героиня в предвкушении сбора урожая. Выезжаю редко. В основном пешком хожу за лыжно-роллерную в искателях. Вот так. Собираем. По два пакета бывает, бывает и побольше, смотря какой год, грибной или нет. В сборе грибов есть свои мифы и правила. Мнения по правильному механизму сбора грибов расходятся. Одни считают, что плод необходимо скручивать, другие утверждают, что правильнее срезать. Однако весомой разницы нет, и метод выемки гриба не несет негативного влияния на грибницу. Поэтому вы можете собирать грибы так, как удобно именно вам. Больше вред грибам наносит втаптывание земли вокруг, ведь самая важная структура гриба – мицелий – находится под землей. Именно от его сохранности зависит дальнейшая плодовитость местности. Я люблю грибы срезать. Так удобнее. И чистить удобно, и такое тоже поверье было, что, в принципе, всегда так было, что срезаешь, и грибница остается целая. Поэтому режем. Также необходимо убедиться в том, что гриб съедобен. Если вы сомневаетесь в пригодности гриба для еды, лучше не трогать его и оставить для лесных обитателей. Сбор грибов – очень ответственное занятие, и нужно очень внимательно проверять каждый гриб. Вот, например, вот этот, он не очень хороший, и, к сожалению, употреблять в пищу его будет нельзя. Напомним, что главное – безопасность. Но что делать, если ты потерялся? Рекомендациями по ориентированию на местности поделился Тимур Тайборей. Забраться на воздушность, посмотреть, где что. Какие-то, может, рядом вышки, провода. И идти, запоминать, куда идти. Стараться, чтобы совсем не уходить куда-нибудь в глушь. Также рекомендуем надевать яркую одежду, чтобы не сливаться с местностью. Не ходить в лес в одиночку, предупреждать близких о месте, куда планируете отправиться, и приблизительном времени возвращения домой. Катрина Тайборей, Владислав Носкин, Телеканал «Север». На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует.